Владивосток, 11 октября 2024 года, Нагорный парк. Здесь сейчас происходит мероприятие, называется оно «Горожане читают». Многие люди говорят, что есть, а они журок друг друга разрушают. А потом уже с ними под полным роженом, скажем, Леонид, надо встать от приглаза и всё пойдёт как под носом. То есть я хочу сказать именно так, как происходит в природе. А здесь размещены фотографии проекта в порт приписки Владивосток. Но если захочется опуститься, вот тогда как раз и надо подумать, что это чудо. Но подумать вежливо, в осмотрительных выражениях. Например, а не странно ли в самом деле, что я летаю, как птица, вместо того, чтобы ходить по земле. Вы понимаете, ребята, вообще-то говоря, ведь это действительно настоящее чудо. Но чудеса самолюбивы, обидчивы. Как только им перестают верить, они перестают действовать. Ведь это тоже совершенно естественно, правда? Если бы ребята не были так увлечены разговором, они бы заметили, что какой-то странный ветерок бродил по Немухину в ту бесшумную лунную ночь. Вот он заглянул в один двор, пошарил в сарай, пробрался в курятник и смертельно напугал кур, подув на ней сзади, как это делают хозяйки, размышляя, стоит ли их покупать. Вот заглянул в другой, отбежал в флегелек, осторожно залетел в слуховое окошко. Можно было подумать, что этот ветерок искал кого-то в Немухине, или даже что он, не зная адреса, догадывался, где живет тот, кого он искал. Конечно, жители Летандии летают в любое время дня и ночи без обращения к господину главному ветру, продолжал Лёня. Но иностранцы, ведь в Летандии вы, как это иностранно, сразу же станете иностранцами, могут летать, только зная тайну полета. Ребята разговаривали тихо, и ветерок, бродивший по Немухину, может быть, не услышал бы их, если бы Петька не спросил Донкин голосом. Значит, если о чудесах подумать невежливо, они тебя так брякнут о землю, что, пожалуй, костей не соберешь. Не знаю, случалось ли вам замечать, как сильный шторм в густом лесу подчас валит деревья, не в сплошную, а точно по выбору, перелапывая как спички столетний насос. Нечто подобное произошло в Тиминопе. Мертвый ветерок вдруг превратился в вихр. Все закреплялось вокруг трубочек на мастер, двери распахнулись, забор с треском упал. Сарай в них превратился в груду, переломил в досок. Дон уцелел, слегка переносившись на крышу и слою. Дон уцелел, что первое утро пришлось перевернуть через речку, соберешься собаконную дарку. Дон уцелел, слегка переносившись на крышу. Стал кудеть к пересину и к палачам, если не, он видел мимуху. И вот как-то он пошел в очередной логе пересину, стал лучшим. Вот напеватель Мориски, который стал бы по-нашелу, он должен был спуститься вниз под дальнейшей винтовой лестницей малька, а потом, двумя бидонами, почти две мили бежать по ложному дыжникам и мору. Куда проще было бы пять минут слетать керосинщику и обратно. Но, подобно тому, как жители приморских городов не любят купаться, в Летандии принято было летать только по важным делам или, в редких случаях, в гости. Крест был уже длинный, когда запухавший слегка добрался до керосинщика и уселся на каменную трубу. И надо сказать, что это был не совсем обыкновенный крест. Почти никому не нужен был керосин, и многие пришли только потому, что на этом месте и в этот час каждое утро покупали керосинки как пик и еду. В Летандии были сильные традиции. А традиции, как известно в некоторых странах, переходят из поколения в поколение. Керосина, слава Богу, хватило и для Леона, и он поплылся дальше, не думая о том, как кероша была летаемая в этот ножар, как Кабирский день. Красно-рыжая черепичная крыша были похожи на струбольные ступени, не спеша поднимавшиеся горьи. И они и были ступенями для господина главного ветра. Его сквозной, открытый со всех сторон дворец, стоял на высокой, желто-зелено-красной горе. И крепость, по стенам которой можно было бродить целый день, казалась оттуда цветной мозаичной трапецией, вставленной между синевое море и небо. Но эта трапеция, если спуститься вниз, превращалась в старинный городок с узкими улицами, переходящими в лестницы, и с лестницами, ведущими в пятисотлетние храмы. В центре города была площадь, уложенная гладкими плитами. Над самым старинным из храмов висел прозрачный колокол, светившийся по ночам таинственным зеленым светом. И вот Леня нес бидон из керосина, и вдруг почувствовал, что одной в руке стало легче, и увидел Петьку, который подхватил бидон, что другой в руке стало легче, и увидел Таню, которая подхватила бидон из керосина. И они пошли на вояк. С ними еще прилетел старый трубочный мастер. А Петька захватил с собой этого самого котенка. Решено было улетать, возвращаться в Немухин. Но Леня был честным мальчиком, и он сказал, прежде чем мы вылетим, надо сделать две вещи. Первое. Подвить керосин, чтобы не погасла маячная лампа. И второе. Нужно разбудить смотрителя, а потом уже лететь. К сожалению, он проснулся в очень дурном настроении. Левый сапог он надел на правую ногу, а правый на левую. И рассердился, когда я обратил внимание на эту ошибку. Трижды он пересчитал деньги, оставшиеся с покупки керосина. Он велел мне начистить мелом пуговицы на его парадном мундире. Это значит, что с минуты на минуту надо ждать возвращения господина главного ветра. Словом, надо лететь. Через четверть часа солнце будет в зените. Несколько минут все же пришлось потерять. Потому что трубочный мастер должен был дать радиограмму. Вылетаем. А Петька осколком кирпича вывезти на стене. Привет, бабушки. Не забудьте полить фикус. В полном снаряжении они вышли на смотровую площадку. И вдруг нежная, слабо порывистая, напоминающая широкие летящие шаги музыка окружила их таким плотным кольцом, что они не могли бы, кажется, двинуть ни рукой, ни ногой. Это эоловы арфы возвестили о приближении господина главного ветра. Он пролетел над маяком так быстро, что Петька увидел лишь его желтые развивающиеся волосы и длинные ноги в клетчатых брюках. Ровно двенадцать. Шепотом напомнил Леня. Они присели на корточки, крепко обхватили себя под коленками. Но зажмуриться, увы, не пришлось, потому что смотритель маяка в ярко-зеленом мундире, на котором блестели ярко начищенные пуговицы, в новых брюках с зеленым кантом неожиданно появился на смотровой площадке. «Вы арестованы!» Ровным, ничего не выражающим голосом, сказал он. «Более того, я доложу господину главному ветру о вашей незаконной попытке похитить коренного жителя Летандии». Он не успел договорить. Петька вскочил и произнес три слова, которые впоследствии были признаны почти историческими, потому что еще никто не произносил их в таком рискованном положении. Он сказал, как бы не так, из 13-метровой высоты кинулся море. Что осталось с Петькой, я расскажу чуть позже. А вот про возвращение главного ветра в Летандию прямо сейчас. Всем добрый вечер. Господин главный ветер неизменно возвращался из своих путешествий с какой-нибудь новой затеей. На этот раз он был увлечен мыслью, которая никого не заставила задуматься в Летандии, потому что все знали, что через несколько дней он просто забудет о ней. Она была выражена в четырех словах «Что прошло, то прошло». И в объявлениях, наклеенных на стенах, эти слова разъяснялись. Прошлого не вернуть. Как бы уж там ни стараться. Да и стоит ли. Ведь кто-то уже доказал, что время необратимо. Таким образом, нельзя было сказать, что господин главный ветер не заботился о Летандии. В других странах он вел себя гораздо хуже. Засыпал песком города, обрушивал на морские пристани волны, пустой суверез, топил корабли и устраивал обвалы в горах и очень любил доводить людей до нервного расстройства. Как настоящий разбойник он скрывался под сотни имен и прозвищ. Сирока, Суховей, Самун. Он обрушивался на целые континенты, и теперь уже никто не верил, что никогда у него была строгая мать, которую он уважал и любил. Об этом легко судить по известной колыбельной песне. Спи, дитя мое, сни, сладкий сон к себе мани. Гняньте я тебе взяла, ветер, солнце и орла. Улетел орел домой, солнце скрылось за горой. Ветер после трех ночей мчится к матери своей. Ветер спрашивает мать, где изволил пропадать? Али звезды воевал, али волны все гонял. Не гонял я волн морских, звезд не трогал золотых. Я дитя оберегал, колыбельчку качал. Разумеется, эта песня была строго запрещена в Литандии. Еще бы, кто посмел бы предположить, что господин главный ветер занимался такими пустяками и даже, быстро говоря, обыкновенной няне. Ходили слухи, что в одной из самых старинных рукописей, о том, давным романом никто не читал, рассказывалось о том, что под Литандией сохранились пещеры, где добровольно или в принуждении оставалось навсегда все забытое господином главным ветром или то, что он хотел воды. А пещер подземная рука, считая же другая жительная Литандия, и в ней предстоит творится пещерные рыбы, которые могут жить только в семнадцателе. В ней стоял в воздухе черно-солнечный дождь, который не согласился с отхоложенными пассивами, несмотря на приказ и стыдния главного ветра. Но самый странный слух, которому почти невозможно было поверить, в отличие от того, что он, когда тот рассудил свою свою над, выяснил это наставление и решил, как это часто бывает в предоставящие тени, жить своим умом. Более того, он заключил ее в одно из предельных пещеров и забыл о ней на целое тысячелетие. Петь подумал, что он упал в море красиво на глазах питания, но на самом деле он шлепнулся в мешок картошки, но остался жив, здоров, добыл до берега и пошел прямиком в дворец главного ветра. Он додумал, что его будут останавливать стражники, но никто им не интересовался. Городок это был какой-то совершенно сонный, он себе спокойненько шел, шел на совку, и вдруг стало происходить что-то странное. Идет-идет, и вдруг его что-то сбивает с ног. Думают, странно, какая-то случайность, наверное. Дальше идет опять, его что-то сбивает с ног. И когда уже после десятого раза он понял, что это телогранители, это ветерки, которые защищали территорию главного ветра. Ну, как говорится, в любой непонятной ситуации ложись спать, так сделал Петька. Нужно было что-то придумать. И, привалившись к желтому хреновому кусту, Петька стал изучать необычайный факт как с научной, так и с практической точки зрения. И без сомнения, он изучил бы его, если бы не заснул, едва успев подумать, что он здорово сел в муку, что означало на языке 6-го Б класса Немухинской средней школы, что он попал в безвыходное положение. Солнце уже клонилось. На желтое, зелено-рыжие горы падали, уютно устраиваясь, длинные вечерние тени. Когда Петька открыл глаза и зернул, он увидел кленовый куст, под которым он спал. Это было естественно. Вдоль куста шагали чьи-то ноги в клетчатых штанах. И здесь не было ничего заслуживающего внимания. Но когда Петька, вскочив, высоко закинул голову и увидел того, кому они принадлежали, он был поражен. Это был еще маложавый, длинноногий человек с пушистыми, разлетающимися, желтыми волосами и очень смешным лицом. Щекиньки были похожи на два розовых, воздушных шара. Толстые губы, как будто нарочно устроены, чтобы дуть. Нос коротенький, дурнанный, дерзкий, а глаза жестокие, насмешили и озорные. Просто он был такого, что даже если бы Петька встал на цыпочке, ему едва ли удалось дотянуться до украшенного серебром кожаного пояса, на котором висел охотничий наш. Извините, вежливо сказал незнакомец, если я не ошибаюсь, я был невольной причиной вашего пробуждения. Позвольте узнать, с кем вы чествовали. Воробей сердцем в губах и пробормотал Петька. Человек, в крыльчатых штанах, засмеялся, и смех его был на сне яшевый, озорной, жестокий. Насколько я могу судить, не будучи специалистом за николом, это крайне редкое, почти не встречающееся в природе соединения. Разрешите же представиться и мне главный ветер. В общем, у них состоялся дюйм, после которого Петька с повершеннейшим на душеведнем побежал обратно на маяк. Он только одного не заметил, что глаза возникла диалога поменяли цвет по главному ветру и стали белого-то зеленым. Главный ветер после этого взора отдал тотчас же рука. казни немедленно иностранцев поездок. Петька побежала вода, а там то есть и имя не следовало следовало. И на левшем следу как он видит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok